Из чего это сделано? В регионах, где запасы пресной питьевой воды ограничены, опреснительные заводы удаляют соль из морской воды, делая её пресной и пригодной для человеческих нужд. В мире более 13 тысяч опреснительных заводов, которые производят более 45,5 миллиардов литров воды в день. Опреснительный завод, который произвёл этот стакан воды, находится рядом с электростанцией, на которой конденсаторы охлаждают морской водой. После этого вода по подземным трубам поступает на опреснительный завод. До опреснения вода проходит несколько стадий очистки. Сначала её пропускают через сетку, задерживающую крупные частицы. Затем начинается первая стадия очистки. Отфильтровав крупный мусор, завод добавляет в воду два соединения. Гидрохлорид натрия для дезинфекции и хлорид железа — коагулянт. Коагулянт связывает песчинки и другие мелкие частицы, формируя тяжёлые хлопья, которые оседают вниз. Это удаляет из воды большую часть грязи. Но она ещё далека от того, чтобы стать кристально чистой. Теперь вода поступает в другой бассейн для второй стадии очистки — в песочных фильтрах. В каждом фильтре регулируется давление и сила потока, и потоки воздуха приводят песчинки в круговое движение. Вода поступает в нижнюю часть фильтра и движется вверх. А песчинки опускаются вниз, против тока воды. Песчинки захватывают с собой частицы взвеси. Теперь морская вода кажется чистой, но ещё содержит микроскопические частицы. И начинается последняя стадия очистки. На этот раз фильтры наполняют диатомитом — порошкообразным минералом, содержащим ископаемые водоросли. Будучи более мелким, чем песок, он отфильтровывает микроскопические частицы. Теперь морская вода безупречно чистая и готова к удалению соли. Это делают при помощи мембран — цилиндров со слоями пластиковых листов с порами диаметром в тысячу раз меньше человеческого волоса, способными задержать микроскопические кристаллы соли. Очищенная морская вода под очень большим давлением прогоняется через длинные трубы, каждая из которых содержит 8 мембран. Когда вода проходит через все мембраны и попадает в центр трубы, она полностью очищается от соли. Сотрудники завода при помощи чувствительных инструментов постоянно проверяют состояние каждой из 10 тысяч мембран. А вода, удаленная раньше вместе с мусором, сливается в большой бассейн для нового круга химической обработки. Когда крупные частицы оседают на дно, грязная вода снова возвращается на завод для очистки и опреснения. Давильный пресс выжимает оставшуюся воду. Остальную массу вывозят грузовики. А извлеченная соль отправляется на электростанцию, где ее измельчают и возвращают в море, чтобы не изменялся естественный солевой баланс воды. В процессе опреснения из воды удаляются естественные минералы. Это создает две проблемы. Во-первых, у воды странный вкус. Во-вторых, она повреждает металлические трубы, агрессивно пытаясь восстановить недостаток минеральных веществ. Поэтому в воду добавляют известь и углекислый газ, которые восстанавливают кислотно-щелачный баланс, а также количество минеральных веществ и естественный вкус. Вода приятна на вкус и кристально чиста.